Всем привет дорогие друзья, с вами Марс, мы продолжаем обозревать моды к Скайриму. Сегодня мы посмотрим очень интересный мод под названием Безумный Масочник. Мы находимся в округе Вайтрана, как вы видите возле стен к драконьему пределу. Тут появляется новая локация, так называемая лавка. Безумный Масочник. Это такая небольшая лавка, где мы видим 5 торговцев. Нужно что-то? Мастер сладкий. Марио, любовник Марой. Ватч и Клатч. Эти товарищи здесь торгуют масками, доспехами и шлемами. Давайте начнем по очереди, пожалуй. Но нужно что-то. Погляди. Мы примерим, пожалуй, все. Они тут самые интересные и самые разные. Маска Еретика. Как вы видите, тут они даже зачарованные есть. Есть без зачарований. Монокли. Под левый и правый глаз. Мрачный шлем. Простая маска. Зачарованную схватил. Ну да ладно. Также тут встречаются части доспехов из Дарк Соулса. Конкретно из второй части. Их тут огромное множество. Сопротивление ядам и болезням. Ну, зачарование, конечно, перебор. Но... Почему нет? Блин, сколько же вас тут, а? Кошмар. Я прочитал, что их там огромное множество. Не думал, что так много. Это только один торговец. Как вы видите, частенько попадаются, собственно, из Дарк Соулса второго. О, наконец-то они закончились. Что ж, давайте приступать. Ну... Пожалуй, вот так. Дракон не тянет. Класс. Классная маска с черепом. Мне нравится. Угу. 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 Какой-то двемерский горшок. Господи Иисусе. Они, конечно, забавны, но довольно уродливы. Ах ты мать, моя женщина, а. Маска юридика. Шикарно. Просто шикарно. Так, это моя. Вот, это, кстати, неплохая сделана. В серебряном стиле. Мне нравится. Угу. Олень и череп. Это уже с тяжелой брони. Это маска соляра из Асторы. Если мне не изменяет память. Толстячок, который вечно попадал в беду. Очень странная маска, но очень креативная. И смотрю, сделаны они довольно качественно. Ну, то есть, вот даже если сравнивать с броней контрактора или исполнителя, который исчез на мне, это очень и очень недурно. Только вот то, что темнота там в шлеме, это немножко плохо. Ну, да ладно. А, королевский мечник. В оригинальной игре она немножко по-другому выглядела. Талморская маска фанатика. Это как эти, как Кокулус Кланы. Только у них большие эти капюшоны и белые. Ну, забавно, конечно. Ух ты. Маска противогаз. Это уже... Дай боже памяти. Как же, как же оно называлось-то? Дизонард. Там, похожие маски были у этих, у ассасинов. Ух ты. Хе-хе-хей. Чумной доктор. Такая же коричневая. Ну, я понял, это уже под гильдию воров. Да-да-да. Это под серую броню гильдии. Это под лидера. Круто-круто. Маска пациента. Вообще полностью замотали. Но бинты сделаны довольно качественно, если учесть, что текстуры, по-моему... Хотя нет, вроде бы есть, скорее, текстуры бинтов. Не берусь утверждать. Ух ты. Вот это, конечно, круто. Большеватая она, конечно, но круто. Опять же, тяжелая броня. Не, ну, шлемак классный, классный. Шипастого воина из первого одарка. Это... Я без понятия, что это за шлем такой. Ну, это тоже, конечно, замечательно. Тут, чтобы все показать, довольно много времени надо, поэтому я на этот мод выделил конкретно, ну, вот, всю серию. И сколько надо будет столько, и она и продлится, чтобы показать все маски, одежку, что добавляет мод. Ибо мод довольно интересен. Можно очень и очень повеселиться именно с кастомизацией одежды. Вот эти маски, они могут подходить к различным сетам. Как тяжелой, так легкой брони. Так что... Это, по-моему, из первой части. Был там такой рыцарь справедливости или что-то вроде. Ух ты. А вот это... Вот это забавно, кстати. Черная текстура эльфийского доспеха. Очень и очень прикольно. А это черная текстура... Ой, блин, вылетела из-за этого, как этого балбеса звали. Который в первой части убивал хранителя огня. Потом нужно было отправиться за ним в руины. Не вру, не в руины. В Нью-Лондо. И там его, как фантома, подщикать. Да-да-да, это тоже из первой части. А Нью-Лондо. Круто. Очень круто. Каменная маска. Так, ну, костяную тиару мы с вами смотрели. Что это и как это вообще обозвать? Монокль. Кто он большеват? Слегка. Ну да ладно. Стальная маска. Ух ты. Прикольно. Под шляпу вообще войдет, наверное. Классно. Ага, повязка на глаза. Тоже неплохо. Шлем сварщика. Ну и че? И че тут видно? Сквозь него. Если в обычном шлеме, то хотя бы... Ааа, ладно. Прикольно, конечно. Но есть и довольно глупые варианты. Тупо вообще заслонка для глаз. Реально, вот это бредово. Чем-то даже напоминает этот самый Metal Gear Rising. Там у него тоже похожий шлемак был. Только он был синтетиком. А этот, черт возьми, все-таки Skyrim. Ну это прикольно. Этот, кстати, вариант... Да, вот этот, кстати, вариант очень похож на Кейна. Из Mortal Kombat. Здорово. Так, кожаные маски. Это уже маски похожи на... Не знаю... Fallout, наверное. Там NKR-овцы такие доскали. Ну, они неинтересны. По крайней мере для меня. Они выглядят некрасиво. Хотя... Можно придумать для чего-то. Прикольный такой вариант, конечно. И шляпа крутая. Под тяжелую броню защита шеи. Нифига себе. Не, ну... Прикольно. Однозначно прикольно. Только тут нужно прическу другую подобрать. А так... Вообще, очень даже неплохо. Тут я смотрю, под женских персонажей тоже можно подстроить. Очень даже не дурно. Но... Я все-таки играю за мужика, поэтому мы будем смотреть на мужика. Да, эту шляпу из рук он плохо сделали. Она должна быть изогнутая. Это тоже как-то странный. Страшный вариант. Типа ночной стражи, что ли? О, обычная шляпка на дачу ездить. Прикольно. А это уже крокодил Данди. Только зубов не хватает. Такая же серая и черная шляпа. Но это уже для гильдии воров. Забавно. Кстати, кому не нравятся капюшоны, вот это очень и очень здорово. Это что? Еврейская, что ли? Хотя нет. У евреев она на макушке. А это... А это... Ну, вы поняли, да? Это еще, конечно, не все варианты. Еще можно корону Мары. Ну и маску Мары. Замечательное одеяние, правда? Дальше Молок Бау. Где он? Мары, вермины. Во. Ну, этот доспех уже, конечно, поинтереснее выглядит. Только что-то с черепом. Ну, не пошло. Вам тут, может быть, плохо видно, но он пуст. А так броня очень и очень. Мне нравится. Только худощав он уж больно. То есть не по фигурке броня подгоняется, а она в стандартном размере. А вот такой вот ретекстур дейдрических перчаток мне нравится. Чисто черный. Такой готический. Прикольно. Ну, а дальше уже давайте смотреть. Потому что можно найти. Так. доспех разложения. Довольно странно это все дело. А, вот розы, кстати. Можно вставить в правый глаз, можно вставить в левый глаз. Так же самое есть розы различных цветов. То есть, если у вас есть желание вставить себе в глаз розу, то в этом моде вы можете его реализовать. Маска Малаката. Очень и очень странно это все выглядит. Ну, ладно. Маска Шиагарата. Ну, такая же безумная, как и сам он. Ритуальная маска Херсима. Это, кстати, еще куда не шло. Так, сапоги Мары. Двухлилькая маска. Не знаю, откуда это, конечно, но маски довольно жуткие. Капюшон мы смотрели. Маска Вермины. Конкретно это верхушка Черепа Порчи. Стилизованная под маску. Очень и очень забавно. Маска Зенитара. Почему именно она такая? Непонятно. Но, насколько я помню, с первого Дарк Соулса такую маску носил Пилигрим или Исследователь. Как-то так этого дурака звали. А, эту маску мы смотрели. Маска Матери Ночи. Замечательно. Просто шедевр, мать его. То есть, как вы видите, не все маски выглядят хорошо. Некоторые очень и очень странные. Но вот, допустим, маска Мифического Рассвета это интересный вариант. Ее попробовали сделать такой, как она была в этом, в Обливионе. Но получилось, получилось, как получилось еще. Маска Намиры. Это больше пирамид Хэд какой-то, а не Намира. Хермеус Мора. Ух ты! Ух ты! Вот это прелесть, конечно. Но она даже хуже выглядит, чем сам Хермеус Мора. Прикольно. Так, это мой капюшон. Талморская маска Циклопа. Вот это, кстати, классная маска. К сожалению, этот воротник подходит только под Талморское одеяние. То есть, мало брони в Скайриме, с которым она хорошо сочетается. Но... Эта маска неплоха. Ну и Талморский противогаз мы уже с вами смотрели. Мало оказалось брони. Но давайте переходим к следующему магазину. У Дока мы можем купить обычные варианты брони. Как видите, незачарованный. То есть, воровской брони всех цветов. Двемерской брони. Капюшоны магов. Кожа. Наряд Шагарата, кстати. Давайте возьмем один. Сердце Таэдра. Ну, оставь себе. Талморские одеяния. То есть, тут мы можем испытать, так сказать, различные варианты. Как видите, это обычный торгаж. Вот только хочу посмотреть наряд Шагарата. Ух ты. Вот это, кстати, очень и очень здорово. мне нравится. Прикольно. Надо еще перчатки снять. Красавец. В обливине он, конечно, поярче выглядел намного. У него там прям сам костюм символизировал хаос и порядок. Ну, ладно. Смотрим следующего торговца. Да. Нужно что-то. Погляди. А ты у нас, ага, ты у нас продаешь оружие. Ну, оружие в руки брать не будем. Мы его посмотрим вот здесь вот. Блин, текстуры блестящие. Мне нравится. Ручки смотрю. Очень и очень красиво сделаны угловатости. Конечно, тупые. То есть, решили не закруглять это дело. Ну, да ладно. Длинная булава Молога. Прикольно. Большая булава на Мире. Это еще что такое? Большой шип Молога. Бала. Я так понял, растянутая булава, сделанная под одноручный меч. Это что такое? Серьезно? Давайте возьмем 12 штук. Просто померить. Вот просто померить. Забавно. Горящий. Меч так забавно из кусочков сделан. Ну, использование древнего свитка как двуручного оружия, как одноручного оружия нам знакомо. Что? Луковая стрела? Это вообще как? Дай-ка мне тоже 12 штук. Померяем. Луковый меч. Это уже какая-то наркомания пошла. Это не серьезно. То есть, если там есть реально в первом магазине еще крутые варианты, ну, тоже неплохо, то вот эти вот глупые переделки, они, ну, просто банально не смотрятся. Сожженный. Я тоже подозреваю, что его будут. Ну, давайте одного возьмем. Они будут использоваться в качестве оружия. О, по размеру, судя по всему, это автор не комплексовал ни разу. Сейчас посмотрим. Обычный длинный щит, ну и все, пожалуй. Ладно. Ну, давайте смотреть. Так и быть. Стрелы. Ну, да. Вообще не комплексовал ни разу. Но, по крайней мере, это креативно. О, господи. Зачем? Охеренно. О, вот это, кстати, кстати, очень даже двуручный меч. Вот растяпа. Вот это мне нравится. Ну, блин. Что? Серьезно? Что это? Ох ты мать твое. Серьезно? Да. Не, ну я бы с такой булавой походил. Она внушительно смотрится. Конечно, автор немножко переборщил с размером, собственно, самой булавы. но смотрится она довольно интересно. Да уж. Ну, последний магазин. Я вообще не хочу к нему приближаться. Мистер сладкий. Погляди. Ну, тут тебя, я смотрю, нормально всего. Давайте возьмем всего по штучке. Арганианская маска. Тут я смотрю, ну да, с расовым зачарованием. Броня, сундук. Вампирский гроб. Переносимый вес. Гроб матери ночи. Вот это прикольно. Давайте возьмем сначала без зачарования. Двемерский гроб. Дешевый гроб. Каджитская маска. Костюм Кротчи. Угу. Добро пожаловать в Постал. Красная маска. Маска восторженного поклонника. По-моему, это из Обливиона. Маска сундук. Нордский гроб. Это я даже смотреть не буду. Сексуальная двемерская броня. Серьезно, да? Хорошо. Синяя маска. Сладкая броня. Сладкая шляпа. Господи, меня уже подташнивает. Темный двемерский гроб. давайте, давайте посмотрим. Думаю, это было лучше убрать, чтобы не испортить эффект. Да и вообще все оружие лучше убрать. ой, надо почистить от мусора. Порядок теперь. Броня, сундук. Костюм кроче, потом посмотрим. то есть, серьезно, да? А мяч ты как будешь держать? Ну, мне просто интересно. Да что там мяч ебаного? Серьезно, да? То есть, то есть, я мимик. Шедеврально. Костюм кроче. Ну, да. Это, это тоже, конечно, своего рода шедевр. Трэшу горы садами, ладно. Сексуальный. Да, черт возьми, детка. Особенно вот так вот. Смотрите, он грустит, когда приседаешь. Беднежка. Господи иисусе. я думал, он будет посерьезней, но это да. Вы посмотрите, как сгибается его его дырочка. Это просто какая-то прелесть. настолько привлекательна, как тебе кажется. Так нет, ты просто посмотри. Ты посмотри на этот глаз. Что тебе нужно? Он просто, он просто божественен. Господи, блядь, иисусе. Красная маска. Прикольно. Под шоу-то ее-то явно можно придумать. использовать органианская маска. Что-то башка-то у тебя большая. Напоминает, кстати, Science Row начало. Так, эту маску мы уже смотрели. Каджитская маска. Ну да, ну да, пластиковая такая. Забавно. Fuck this shit right here. Ладно. Ты материться не будешь? Вроде нет. Да-да-да, реально. В Dark Souls тоже была такая маска, только там именно это был мимик. А тут это просто сундук. Так. О, вампирский гроб. Прикольно. Очень даже прикольно. Гроб матери ночи. Тут я лучше одену свою броню. Прикольно. По-наркомански, конечно, но прикольно. Тупо чувак с гробом на спине. Причем, довольно маленьким гробом. Ну, привет. Шикарно. Тупо же нет смерти такой. Еще бы этот гроб цепями перевязать сзади. Это вообще было бы прекрасно. Ну, они какие-то маленькие, детские. Даже напополам надо перерезать чувака, чтобы он туда поместился. О, сладкая шляпа. прикольно. Прикольно. Гроб на спине, это прикольно. Мне больше всего вот именно вампирские, вот этот вот дешевый, понравились. Круто. Круто выглядит. Тупо. С одной стороны. Но, мне нравится. И, оружие бы сюда. Такой. Ну, да, видите, под размер не подогнали. Оп, такой. Чуть, чуть не очень. Надо бы сюда гроб матери ночи, наверное. Хотя нет, тоже не подходит. Ну, с размерами не угадали немножко, но ничего страшного. Сюда больше всего дешевый именно подходит. Вот так она достала его и все. Ой, блин. Замечательный мод, на самом деле. Трешовый, угарный. Ну, да. Есть что-то в нем такое забавное. Можно, конечно, покастомизировать своих персонажей, то есть, поодевать на них различные маски, вот эти вот, поиздеваться над игрой. Как-то, черт возьми, как-то так, да? Нужно что-то. Но, это все нужно, потому что, ну, блин, как же ж. Без всяких таких приколов и не весело. должно быть что-то такое трешовое, угарное. Хоть не постоянно, но, вот, попользовать можно. Всем спасибо за просмотр. С вами был Марс и мод под названием Безумный масочник. Всем спасибо, всем пока, до новых видео. Субтитры